Джунгли вполне успешно вырос в джунглях и даже сумел заслужить уважение среди животных. Но в реальной жизни все получается не так романтично и сказочно. Дети, воспитанные животными, встречаются и по сей день, но, как правило, это не идет им на пользу. Сегодня мы посмотрим на 10 детей, которых воспитали животные. В 1988 году 4-летний Джон из Уганды сбежал в джунгли от пьяного отца. Спустя 3 месяца мальчик не вернулся, его поиски закончились и Джона признали погибшим. А через 3 года крестьянка увидела человеческого ребенка в стае карликовых зеленых мартышек. Он ловко передвигался по деревьям и свободно разговаривал с обезьянами. Но ему повезло, он смог удачно адаптироваться к человеческому обществу и сейчас даже гастролирует с детским хором. В 2010 году в Чите нашли 5-летнюю девочку Наташу, которая передвигалась по собачьей, лакала воду из миски и звуков издавала только лай. Ребенок почти всю жизнь провел вместе с собаками и кошками на улице. Родители Наташи развелись и не особо следили за судьбой ребенка. Сейчас девочка находится в реабилитационном центре в Чите. В 2008 году стала известна история о 7-летнем мальчике, который всю жизнь провел в двухкомнатной квартире, населенной множеством птиц. Мать мальчика страдала психическими расстройствами, постоянно несла домой разных пернатых и прикармливала их на улице. Ребенок-птица умел только щебетать и размахивать крыльями руками. В 2007 году жители одной деревни в Калужской области заметили в лесу мальчика, которому на вид было около 10 лет. Ребенок вырос в стае волков, и у него даже клыки и ногти отросли. Когда паренька поймали и обследовали, оказалось, что ему на самом деле 20-25 лет. Он совсем не смог адаптироваться к жизни с людьми и сбежал от врачей через 4 дня. В Алтайском крае в 2004 году был обнаружен 7-летний мальчик, которого вырастил староживой пес. Родители Андрея спились и пропали. Когда ребенка нашла социальная служба, он не умел говорить, двигался только по собачьи и агрессивно реагировал на людей. Но постепенно мальчик адаптировался к новой жизни и даже привык жить без собаки рядом. В 2012 году во время проверки органы опеки нашли двухлетнего мальчика, который всю жизнь жил с козами. Его мать редко появлялась дома и спихнула ребенка трем козочкам в загон 2 на 2 метра. В результате мальчик не научился говорить и нормально есть, имеет большие проблемы с физическим и психологическим здоровьем. В 2008 году полиция Аргентины нашла бездомного годовалого малыша, которым заботились дикие кошки. Они приносили ему еду, вылизывали присохшую грязь и обогревали по ночам. Удалось найти отца мальчика, который заявил, что потерял ребенка несколько месяцев назад, занимаясь сбором макулатуры. Полиция Индии нашла на севере страны девочку, которая жила с обезьянами, ходила на четвереньках и не умела разговаривать. На вид ребенку было около 8 лет. Неизвестно, сколько времени она провела в дикой природе. В больнице девочку научили есть приборами и ходить на двух ногах, но она все еще не понимает ни одного языка и подвержена приступам агрессии. На Украине в Херсонской области в начале 90-х нашли девочку, живущую со стаи собак. Оксану забрали у пьющих родителей, когда ей было 2 года, но потом она сбежала из детдома и поселилась на псарне. Когда девочку нашли, она могла сказать только «да» и «нет». После курса реабилитации девушка даже смогла найти работу. Мальчика по имени Бело нашли в джунглях Нигерии в 1996 году. В 2 года мальчика изгнали из родного племени. Бело подобрали и выкормили шимпанзе. Когда ребенка нашли, он никого не подпускал к себе, кидался предметами и прыгал по стенам по ночам. Бело прожил 6 лет в реабилитационном центре, а потом умер по неизвестным причинам.